У нас на прямой связи Фуат Чирагов, глава отдела Центра международных отношений Азербайджана. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, глава государства, опять же, в ходе своего выступления отметил, что партия Азербайджан сумела расширить свою деятельность как внутри страны, так и на международной арене. То есть сегодня Азербайджан это незаменимый партнер для многих стран. В то же время глава государства и коснулся и провокаций, и всякого рода провокационных заявлений со стороны недругов Азербайджана. И вот президент отметил, что в ОДКБ у нас даже больше друзей, нежели у Армении. Хотя Азербайджан не является членом этой организации. Доказательством тому является, что несмотря на многочисленные провокации со стороны Армении и желание вовлечь в свои интриги, третье государство, страны ОДКБ, опять же, не поддержали, не поддерживают Ереван. Я хотела бы у вас спросить, вот о чем это говорит. Ну, без сомнения, одним из важнейших определяющих факторов победы Азербайджана в 44-дневной войне была всеобъемлющая, многосторонная, как это в международной литературе называют мультилатерализм, хорошо просчитанная и взвешенная внешняя политическая стратегия. В начале 90-х годов международная среда была не в пользу Азербайджана. Всего объективных и субъективных причин, так как много десятилетиями армянская пропаганда, сила армянской лобби, латентная христианская солидарность. Но Азербайджан все-таки смог изменить вот эту ситуацию, которая сложилась против Азербайджана в свою пользу. Как-то во время войны президент сказал, что крупные державы, которые конфликтуют в других частях мира, объединялись против Азербайджана и поддерживали Армению. Так что в последние вот эти 30 лет перед внешней политикой Азербайджана стояла не очень простая задача – завоевать друзей, как-то нейтрализовать вот эти большие силы, которые были против Азербайджана. Ну, мы поэтому присоединились к движению присоединения. Но в свое время очень многие люди в Азербайджане даже не понимали, почему мы стали членами этой организации. Вот тут тоже такую же вот эту многовекторную внешнюю политику Азербайджан о двусторонних отношениях применил и с членами ОДКБ. Мы смогли изолировать и блокировать все попытки Армении в ОДКБ и в других международных площадках. не только вот и Армению, и друзей и покровителей Армении. Вот хорошим примером вот это ОДКБ. Как мы уже несколько раз и в предыдущие годы видели, как лидеры, члены ОДКБ в своих заявлениях даже во время конференции или саммита открыто поддерживали, можно сказать, открытым текстом Азербайджан, нежели Армении. Да, действительно, и Армения в целом же ничего и не добивается, и не добилась, потому что практически все страны, они прекрасно, хорошо знают истинное лицо Армении, захватническую сущность этой страны. Это вот и касается, опять же, в рамках международной организации франкофонии, вы знаете, что буквально недавно произошло, членом которой является Армения. Вот там был подготовлен, мы знаем, что первоначальный вариант резолюции, основываясь вот чисто на антиазербайджанских тезисах и полностью, естественно, противоречил истине. И вот опять же, все страны, которые там участвовали, они не согласились, за что и глава государства выразил, как говорится, и благодарность. Вот можем ли мы говорить о такой правильной, выстроенной политике Азербайджана? Бессомненно, это правильно выстроенная политика, внешнеполитическая стратегия. Эта стратегия внешнеполитическая себя доказала во время уже 44-дневной войны, когда Франция инициировала антиазербайджанский документ в Совете безопасности ООН тогда. И члены, вот, Non-alignment movement, как неприседимые, вот они блокировали этот документ. Опять во время последнего саммита стран Франкофонии, Франция и Армения инициировали документ. И еще раз, эти страны, которые еще и члены неприсоединения, или другие страны, которым Азербайджан выстроил взаимовыгодные отношения, вот они блокировали. Я думаю, вот как маленькая страна, мы смогли противостоять политике и давлению крупных держав. Будущие поколения, я думаю, будут гордиться внешнеполитикой Азербайджана, и как и также героизм нашей армии. Поэтому, я думаю, что наша внешняя политика смогла сделать то, что, по мнению общества, не было возможным в свое время. Да, действительно, потому что Азербайджан строит отношения на позитивной почве, на основе взаимного уважения и доверия. Спасибо вам большое. Напомню, на прямую связь со студией подключался Фуат Чарагов, глава отдела Центра международных отношений Азербайджана. Фуат Чарагов